всем привет к стала здесь и вышла новая серия второго сезона адского босса на этот раз она будет судя по превьюшки по стола со про наших любимых ангелочков из первого сезона среди которого в том числе ангелочек бэмби и на который кстати меня тоже была реакция но она нынче считается утерян и поэтому скорее будет перереакция не скажу что в ближайшее время но тем не менее и многие говорят что это будет одна из самых наверное трагичных серий в истории адского босса то есть они конечно были до этого но вот это вот она вот прям вот пробивает на слезу некоторых фанатов адского босса ну я в каком-то смысле тоже фанат адского босса и в том числе и творчество вивзи но чтобы прям вот настолько чтоб я бы плакал меня такого нет в общем плашка номер 1 плашка номер 2 поехали все предупреждены все оповещены вот гол стола с сегодня полная луна смысле так что я думаю что это было не так сказать а вот мы и с вами так что я думаю что я думаю что это было не так как-то I'll believe him and not the voice that says I'm not enough No need for an arrangement, it can just be him and me I'll set us free, how perfect it could be When I see him tonight See him tonight? Alright, alright It's been a while since he begged for attention Are we okay? Can't really say I'm getting by by avoiding his questions It's so complicated, I hate when it's complicated Why do I always end up in situations that are complicated? Here I go again, getting in my head So I'll focus on the sexy stuff and stay When I see him, when I see him, I'm gonna do that thing he likes I will change, no need to change Well, we all know about what they sing But, as a result of the title of the series, they probably sing a little different And it's one without just finding one more than mine I'll fucking die alone if this goes bad when I see him tonight Am I doing something I can't take back? Relax! Would he want me if he was free? We're fine! And if he's only here as a prisoner, what kind of monster does that make me? My entire life's been written in stone We're gonna burn He taught me that I could choose He deserves the choice to say or go Though it scares me to think what I'd lose Can't wait to lose ourselves in nasty sex And make that bird swung Really must converse We'll just stick with what makes sense Like him sucking my Ah, this is the worst What a move What a move What a move Come to your senses Then I'll do that thing with my tongue Where I'm worthy of your love and trust Oh, if his bird was nice and raw And I can't come to you Oh, ok So, anyway Oh, yeah But when I see him They think about the first Or be tough Will it please him? Or will I just be fucking it all up? Can this be a relationship? Or am I still naive? I'll set us free Whatever it may be When I see him Tonight Ну, короче, сколько времени уже прошло? Ну, ладно, окей Если не учитывать, что в начале еще Было обращение к подписчикам от киберов Киберкотов То... Ну, ладно Обычно просто все эти музыкальные номера Они обычно Затягивают серию Из-за чего Потом эти серии становятся смотреть скучнее Нет, конечно, есть действительно хорошие музыкальные номера У адского босса И у отеля Хасбин Но В большинстве случаев Некоторые музыкальные номера Они до ужаса скучные Они могли быть в разы короче А могло бы их вообще не быть Потому что Ну Вот то, о чем поется Это можно Уместить в одну фразу Или В ту же самую сцену Но без пения Как, например Хопсы Шоу То есть вот Примерно вот то же самое Когда там Дуэйн Джонсон И Джейсон Стэттем Они Встают одновременно И нам показывают Две сцены в одной Как они проводят свое утро Как они просыпаются Вот здесь вот примерно Можно было сделать то же самое Мой малыш Кто-нибудь Помогите И всем было бы понятно О чем речь В городском парке крокодилы и акулы Ну ладно крокодилы, но акулы Ладно разобьемся Это классика Здорово Здорово Ну конечно ангелочки Ну конечно ангелочки Я как никак на уровне трусов А он явно сегодня не принимал душ Хороший мить Сработало же так Мы счастливы Клетус Неа Давайте-ка еще один раз Не знаю Клетус Разве все это Это Беллонеирс Беллонеирс Бевьер Энорка Документарий Лана Не грешно Мы уже говорили об этом Мы все еще помогаем людям Мы только что предоставили этому мужчине Возможность быть самоотверженным героем После этой сценки он точно попадет в рай Подобный вопрос Мы кстати задавали с ангелы В отеле Husbin В шестой сейпл насколько я знаю Душ Нила А где Бэмби? А ты вся Вот и поймали вас на согрешении Агенты Где это мы? Это мы здесь задаем вопросы Адская погонь Но я всего лишь карапуз Почему вы? Хорош затирать Мы же знаем, вы работаете на этого демонюгу Где ваш босс? На столоса Который в той серии он вселился в одного агента И вот из всех сохранившихся реакций на первый сезон У меня сохранилась только реакция на вот эту вот серию про агентов А, Блиц Да, его так именно и зовут Это один из его никнеймов По сути Мили Эх, все мы дни были так пиздаты А вы прям Родился новый Брюс Уэйн В поднятом расположении духа, сэр Редко можно увидеть вас при параде Ну, во-первых, пшел нахуй Сегодня полнолуние И сегодня у меня встреча со столосом Думаю, к этому вечеру стоит принарядиться Ведь прошла пара месяцев всех пор, как я был в нем Пара месяцев? Да Когда, кстати, мы наконец увидим окончание другой встречи со столосом А если быть точнее, его расставания Потому что с тех самых пор, как мы получили серию В котором Блиц расстался со столосом Мы так до сих пор не получили продолжение Скорее всего, это продолжение будет в виде какого-нибудь полного метра Или типа того, то есть Где финал первого сезона? Где? Птица Галорон начал давать мне больше свободы в нашей траховаренности Он такой, типа О, Блиц, я знаю, что сейчас полнолуние Но ты не обязан ко мне приходить, Коля, ты не хочешь, Блиц Поэтому я взял перерыв от фарширования его задницы на его дорогущем матрасе Это лишнее Да ладно Ты тем же самым занимаешься с Мокси С Милли Я путаю их Луна порой душ не согласен Но она тоже мой любимый персонаж Порой Хотя больше мне нравится не ей Что ж, сегодня, видимо, впервые попробую позу номер 37 И не ссыте, книга будет у нас, пока я рву столько жоп ради неё Я так знатно захочу пару шаров в его гнездо, что книжечка останется у нас Ну, надеюсь, сэр, мы сейчас на пике успеха И это будет катастрофа, если мы потеряем всё, над чем работали Отъебите его знатно, сэр Не волнуйся, Мокс Уверяю, к концу ночи он будет клювым у меня в жопе И если кляп ему не помешает Не смешно Стоп! Пора взрослеть, Мокс Мы взрослые из врачуги Чтоб меня Мокси трахнул Мы же отсюда уже всё использовали Что из-за стола? Это наскучило Нужно поднять ставки Так, Мокси, временно ты за главного Разберись-ка там с бюрократией В смысле? Какой ещё бюрократией? Ааа, документократии Just give И они поверили, ладно, я понял И чё там И в этом штабе работают только двое вас, да? И всё, я понял Ладно, хорошо Это как в этом Это как в серии про снежного человека В Рикки и Морти в седьмом сезоне Девятая серия В котором они сражались тоже против Папа Линского Четыре раза увеличило нам финансирование И дало неограниченный доступ И как Плак Тейл Инессенс Самым передовым военным технологиям Клетки для содержания демонов Противопожарные адские костюмы Экзоскелеты с камуфляжем И батальон профессиональных костюм Ничего себе Подожди Экзоскелеты с камуфляжем Это чё у нас за могучий рейджер такие круто А у Луны? Ну ладно, хорошо И батальон профессиональных боевых священников Так же мы наконец запустим Его Кого? Что это такое? Ура-борос На тот свет Ааа Старгейт Я понял Звездные брота Я понял Ну, после того, как отладим систему Систему? Ааа, я понял Мы пока смогли открыть портал максимум на полметра Даже ребенок с трудом пролезет И мы не можем отправлять детей После случившегося Настоящие американские герои Честно говоря, мы не уверены даже, что отправляли их Суть в том, что нам не помешает один или несколько помощников с гораздо большим опытом Ну что скажете, малышня? Не желаете ли помочь поймать арскую когань? На эту агенту что-то интересно, есть аркуль 4? Костюм Луна, это конечно Что-то с челка Эмм Ну ладно Так-то этот костюм немного не в полный рост Ну ладно Ну вот У них ладно В полный рост А вот в Блипсу Там вряд ли Извините, что с О Серьезно У него даже нет боевого обмундирования Чтоб идти в таком костюме Пролезайте Винни-Пух пролез и вы сможете И вы смотри Приветствую, малыш Чего бы тебе хотелось сегодня У меня ещё горячую свечу, которая прямо кричит от своей сексуальности У тебя есть что поднимать не только настроение? Сучонок, ты как бы в похоти У всего здесь есть энергия сексуальности Но какое настроение ты хочешь задать? Для... Йебли? Прямо для Йебли Жёсткой Йебли Они все для Йебли Но дух-то какой? Я не знаю Я простой похотливый бес Мне нужно просто что-то для Йебли О, а вот и он Гаси его Стой! А где остальные? Он был не один тогда Я считаю, что мы должны немного последить за ним Чтобы убедиться, что он один Блин, меня бесит его голос в оригинале, ебогу Убьём его, никогда не вернёмся в рай Поэтому мы должны убедиться, что всё пройдёт как по маслу У нас лишь одна попытка Всё должно быть идеально Мне всё раздражает его голос в оригинале, ебогу Степп о... У нас есть портупеи больших размеров И вы точно не ошибётесь С чем-то растягиваемый Узнатная штука Костюм данжену мастера Why not? Боже мой, что это вообще за магазин такой? Этот парень настоящий психопат! Могу вам чем-нибудь помочь? Здравствуй, мерзкий и адский собрат У нас совершенно нормальный демонический день Мы просто ищем чем бы нам пытать других И блиц у похер Чувак, ты мог просто уйти Какие именно плывки у вас планируются? А, знаешь, просто обычная боль Но только чтобы было не слишком больно А вот, у тебя найдутся какие-нибудь наклейки на бампер? Или какие-нибудь мягкие розги О, такого добра навалом Есть флогеры, шлепаки, стеки, кнуты Незаметные, недоделанные, деревянные, титановые, каменные Чего хотите? Вам об этом рано ещё думать Я не уверен, что это то, что мы ищем А что себе взял? Но это то, что вы об этом тайно думали и хотели тайно Тот ужасный, однорождённый А, вон где штукенцы Ээээ, вон да Клетус, он определённо хочет забрать очередную невинную живую душу К своей жуткой варварской манере Мы должны остановить его И ещё нет Нужно ждать Подходящий момент Слушай, спасибо, что выручаешь физ А я сегодня мне нужна качество Да, ну не виделись Не парься, трудной У нас есть парочка прототипов, которые мне кажется Могут пригодиться джентльменам ради тебя Ну-ка Покеши, покеши Ёкарный бабай Есть вот такие шары У-у-у, как видишь, чистый обсидиан Очень красиво, но знаешь, столсу не нравятся шары Ага, страшные шары, я понял тем лучше У нас есть очень стильные маски Новая модель, даже с брюликами О, чёрт, они миленькие А если настроение уж очень игривое, то попробуй Новый драконий пробойник 5000 Теперь с вибрацией О-о-о-о Было бы лучше, если бы он был в цветах Беззубика Божечки, что это за место? Тут столько охраны А-а-оружейка? Военная база? Тихо! Ты не понимаешь, что скрытность наше главное преимущество? О, милый, смотри, вайеристы Как же это мило О, боже, это ещё что? Боже Будет использовать это на невинном человеке? Надо остановить его сейчас Ты права Ладно, ребята, пора Мы ударим сейчас Это вообще невинный человек Маленький извращённый кулёк конфет сделал нам Потому что сейчас он за это ответит За людей За небеса И что важнее За нас Надерём его жопу Разъебём его Я, короче, понял На чей голос у него похож На Микки Мауса О-о-о Потому что вы очень громко говорили о своих планах Что он не проебёт наш билет на тот свет Да и вы не особо прятались Вы всё никак не успокоитесь после того, как по жопкам получили На этот раз нашей жопки в броне, дворняга Ненадолго Ваша броня слишком легко ломается Это не босс А, в смысле Я помню Не выйдет, сука Хе-хе Эй, ты чё разлёгся, козёл? Извиняй, подруга Ты можешь драться, как я Но это не значит, что ты мне ровня Такие уж костюмы разработали Ну-ка Узнаешь? Добро пожаловать в ад, сука Не узнали пока ещё Ну-ка Окей А, вода еще осталась при этом. Ладно, окей. Не так быстро. Как прошло? Не очень. А судя по тому, у которого костюм Луны у него прошло все отлично. Ой, ой, ой. Грустит он. Сейчас тебе придет большой сюрприз. В прямом смысле. И сейчас прикинь, он этому не рад будет. Купил вот эту маленькую штукенцию, но я уверен, что в твою главу она отличная. Ну типа, это пошло в подарок. Только глянь на этого плохиша. Ну-ка. Он не рад. Он не этого хочет. Он устал от этого. Принес гремуар, Блиц. Да, я... Он со мной. Он всегда со мной. А зачем ты... Он не нужен. Не совсем. Не-не, ты... Ты че стонус? Погоди. Это... Мы же помним, что он украл-то гремуар, когда... Вот в пилоте-то, когда он у него был... Ти шурмует. Из-за того, что я пропустил пару наших свиданий, потому что был занят? Это не честно. Ну же, я... Я могу бы получать свои сделки. Ладно, давай оторвемся этой ночью. Ты же хочешь. Прошу. Не говори так. Он устал. Ну же, сучка. Ты знаешь, я тебе не разочарую. Нет, 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 нет. Не нужно. Я все решил. Столас, спрошу. Мне нужна эта книга. Молю. А мне нужна книга Столас. Я все сделаю. Это... Кристалл Осмодель. Он записан на твое имя. Чего? Осмодель позволяет демонам легально путешествовать на земле. Я позаботился, чтобы и ты мог. Технически, ты будешь под его юрисдикцией. Но ты сможешь переместиться в мир людей в любое время. Не боясь. Но он и так перемещался до этого, или там было какое-то условие? Последствий. Без нарушения законов. Больше тебе не нужен мой гримор. То есть он это делал в тайне. Больше нет обязательств встречаться, трогать, спать со мной. Ты... Ну, свободен. Я... Не понимаю. Зачем ты даешь мне это? Я... Ты как джин для Аладдина. Третье желание. Слишком плохо тебя трогал? Поверь, я всегда могу быть лучше. Да он устал уже. Я даю его тебе, потому что забочусь. Очень сильно о тебе. И уже давно. Но этот наш обмен, он больше не должен существовать и не должен был. А может он пытается его защитить? Теперь я понимаю, как плохо привязываться к кому-то так эгоистично и не интересоваться его чувствами. Но я хочу, чтобы ты оставался собой. Бизнесмен, ты не обязан оставаться со мной. Но... А я бы хотел. А я хочу, чтобы ты остался... Как друг. По собственному желанию. Только если ты хочешь. Ясно, ты подъёбываешь меня. Очень необычная роль в галайне. Я никогда такого не пробовал, но я справлюсь. Ты глупец. Ты пока ещё этого не понимаешь. Я так люблю тебя, я... Спасибо, Блиц. Что... дал мне шанс. Что сделал меня... счастливее. И пусть и ненадолго. Желаю удачи в бизнесе. Ну, в общем, я, видимо, что-то забыл из предыдущей серии, поэтому... Ты серьёзно? Я это... Я, знаете, в тот момент воспринимаю как то, что... Как будто что-то было за кадром... У Столаса. И, типа, в следующей серии нам пояснят, почему он вдруг решил вот так вот сдавать назад. О, погоди-ка, Столас. Какого хуя? Напишите в комментариях, если я что-то забыл. Дал ответ, Блиц. Тебе не обязательно говорить. Я очень долго тебя ждал. Факт того, что ты не мог поверить, что я к тебе питаю такие чувства, что ты постоянно думал, что дело... Только в сексе... Открывает мне глаза. А ты хочешь нечто большего? Пошёл ты, Столас! Выстрел мне тут не до речи про чувства. Ты издеваешься, блять! А можно мне, блять, хоть чутка всё обдумать после того, что ты сделал мне? Напыщенный, богатый уёбок! Я наравне с твоей прислугой, блять! Ты не можешь вот так просто меня кинуть! Вы, королевские мрази, считаете, что постоянно можно вот так делать? Просто играть на наших чувствах? Ведь мы малы и незначительны! Что ж, хуй я тебе это позволю, сука! Ну же! Блиц, я очень высокого мнения от тебя. Хотя, оказывается, настолько низкого обо мне. Прощай, Блиц. Столас, стой! Блять! 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 Ну, в общем, мы вернулись к тому моменту, на котором закончилась седьмая серия первого сезона. Ну... На самом деле, ребята, это всё клишировано. То есть, это мы видели раз в миллион подобное расставание, подобное непонимание двух персонажей. А в итоге, в какой-то момент, в конце концов, они снова поймут друг друга, они снова будут вместе, ля-ля-ля-ля-ля-ля. В общем, будет всё как раньше. Ну... Для кого-то эта концовка может быть, в принципе, трагичной, но не для меня. Чисто потому, что я это видел миллион раз! Я видел вот эти вот мыльные оперы с вот этими розовыми слезами и так далее. Я это всё видел до этого. У Диснея, там, у двадцатого века Фокса, в играх, в музыке, в мультфильмах, мультсериалах, сериалах, в фильмах. Везде! Везде! И все эти подобные сопли заканчиваются всегда одинаково. То есть, я не против этого, но всё чересчу предсказуемо, что будет дальше. Что в какой-то момент Блицу и его команда окажутся в самой такой жопе со стороны вот этих агентов и ангелов, которые объединятся прям по-крупному вместе с Бэмби. И всё! И в итоге Стоус придёт на помощь, все будут счастливы, всё вернётся как раньше и так далее. То есть, зачекайте мои предсказания, потому что они явно так сбудутся. Ну, кто не зачекает, ладно уж. Зачекаю тогда я сам. В общем, как-то так. Ждём ещё серий, потому что, если судить по плану Вивзи, ещё, по-моему, две серии или ещё одна серия должна летом выйти, уже в следующем месяце. А финал седьмого сезона или финал первого сезона выйдет вообще в декабре. Так что осенью мы точно не увидим новые серии адского босса и, ну, про отель Хасбин я вообще молчу, потому что заделан на второй сезон там есть в виде Вивиен, не Вивиен, не помню, как её зовут, эту мать. Нет, Вивиен, это Вивзи. В виде этой матери Чарли, Моннигстар. Вот. Так что ждём. Ждём. Но всё, что я сказал, это вот всё сбудется. То есть, сюжет тут че-чего предсказуемый. Но без клише фильмы существовать не могут. Так же, как и другие продукты киноиндустрии. На этом всё. Так же, как и другие продукты. Продолжение следует...